Моряки-подводники готовятся отметить свой профессиональный праздник. Сводка криминальных происшествий за неделю. Я выбираю спорт! Перемена к лучшему. Волонтеры призвали юных десногорцев вести здоровый образ жизни. В Десногорске прошел хореографический конкурс «Ритмы века». Переходим к темам выпуска. Пять лет назад, в марте 2014 года, состоялся исторический референдум в Крыму. Тогда абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к Российской Федерации. К этому приурочена всероссийская акция «Крымская весна», которая стартовала во всех регионах страны 16 марта. Праздничные мероприятия также пройдут и в Смоленской области. Намечено приведение концертов, выставок, образовательных лекций, спортивных состязаний и мастер-классов. В Смоленске праздничные мероприятия пройдут во дворце спорта «Юбилейный», областной филармонии и скверах города. На некоторых площадках зрители смогут приобрести кулинарные и кондитерские изделия «Крымской кухни». 19 марта 1906 года по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей – подводные лодки. По сей день эти машины охраняют морские границы нашей страны. Об истинно мужской профессии расскажем в сюжете. Подводные лодки – веками это гордость и опора нашего государства. Началось все еще при Петре I. Тогда первые экземпляры потаенного судна попытались обуздать подводное пространство. А спустя века эскадры подводных лодок охраняют границы нашей страны. Эти высокотехнологичные боевые машины – не просто чудо инженерной мысли. Слаженность действий команды, где нет права на ошибку – необходимое условие функционирования этого сложного организма. Эту миссию некоторые для себя видят смыслом своей жизни уже с детства. Мне очень просто, потому что я сам родился в Севастополе, город русских моряков. Поэтому с детства я уже был почти уверен, что я буду моряком. Капитан второго ранга Виктор Акулич. За его спиной многолетний опыт морских походов на разных модификациях подводных лодок. На груди сверкают медали в том числе за дальний поход и за службу родине. Сейчас, много лет спустя, свои первые выходы в море Виктор помнит до мельчайших подробностей. Испытания мы, конечно, проходили там очень серьезные. Там действительно мы испытывали лодку, погружаясь. Просто выходили на глубоководное место, чтобы проверить, как она будет себя вести при резком падении на глубину и при резком всплытии. Служба на подводной лодке очень специфична. Приходится проводить очень много времени в замкнутом пространстве. Сложность и количество разнообразной техники и электроники, как на космической станции. Отсюда и требования к моряку-подводнику. Они необычайно высокие. Помимо физической подготовки, с подводниками проводится большая психологическая работа. Лучшие из кандидатов становятся в ряды экипажа. Ни один, ни матрос, ни мишман, ни офицер не было. Ни испугавшихся, ничего. Подводник – профессия, в которой нет места женщинам. Возможно, это просто традиция, а возможно, условия, цели и задачи этой специальности не совсем подходят представительницам прекрасного пола. Служение своей стране формирует особые черты характера и личности. Вырабатывают и смелость, и находчивость, дисциплинированность, потому что от дисциплины зависит очень многое. И главное – доскональное знание своей обязанности, профессии. Любая малейшая ошибка может привести к непредвиденной катастрофе на корабле. Подводный флот – это не служба, не работа и не вид деятельности. Для этих людей это судьба, повинуясь которой они снова и снова погружаются на глубину для защиты рубежей своей родины. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Дисна ТВ Пути и методы взаимодействия государства и бизнес-сообщества обсудили на ежегодной неделе российского бизнеса в Москве. Бизнесмены вели дискуссии об актуальных проблемах и перспективах экономической деятельности в стране. Встреча завершилась съездом Российского союза промышленников и предпринимателей, в которой традиционно принимает участие глава государства. Владимир Путин отметил, что бизнес – важнейший участник национальных проектов. В съезде приняла участие и делегация Смоленской области, которую возглавил губернатор Алексей Островский. Глава региона считает привлечение инвестиций главным драйвером роста благосостояния смолян. Нынешние и будущие инвестиционные проекты, по мнению губернатора, помогут создать новые рабочие места и повысить налогоблагаемую базу. Это значительно пополнит бюджет области и поможет выполнить все социальные обязательства перед жителями региона. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 124 сообщений о происшествиях. Из них 11 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 90 административных правонарушений, в том числе 70 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к ответственности привлечены 11 человек. Жалобы и пожелания от смоленских автолюбителей не остались без ответа. 17 марта губернатор области Алексей Островский в сопровождении представителей дорожных служб и администрации города проверил состояние улиц Смоленска. Главу региона в первую очередь интересовало состояние дорожного полотна, на которое жалуются автолюбители. Результаты проверки оказались неутешительными. На большинстве участков города с наступления весны образовались ямы и выбоины. Губернатор поручил проработать взаимодействие город-администрации, Департамента дорожного хозяйства и Смоленск-Автодора. На комиссии также присутствовал возможный будущий глава города Андрей Борисов. В Смоленской области начинается подготовка к половодью. Несмотря на благоприятный прогноз синоптиков, спасательные службы региона находятся в полной готовности. Специалисты проверили спецтехнику, которая будет использована в случае эвакуации людей из подтопленных деревень. При необходимости к спасательным работам привлекут около 5000 сотрудников разных ведомств, от МЧС до Центра медицинных катастроф. В их распоряжении будут более тысячи различных спецмашин, включая плавсредства. В последние несколько лет половодье не создавалось чрезвычайных ситуаций в регионе. Подтопленными на несколько дней оказывались лишь отдельные населенные пункты. Чтобы приобщить школьников к спорту и здоровому образу жизни, волонтёры Десногорска провели в школах и на улицах города весёлую акцию. Подробности смотрите в сюжете. Перемена лайф – так называлась волонтёрская акция, которую провели во время перемены в школе номер два. Ребятам предложили на выбор сделать 10 прыжков, 10 приседаний или 10 отжиманий. Всё проходило в игровой форме и явно нравилось школьникам. За свои спортивные подвиги они получали конфеты. А здоровительная разминка вызвала у ребят шквал эмоций. От желающих принять в ней участие не было отбоя. Мне очень понравилось. Я за здоровый образ жизни. С аналогичной разминкой волонтёры вышли и на улицы города. В этот раз задание немного усложнили. Теперь участникам необходимо было выполнить 15 приседаний, столько же отжиманий или прыжков через скакалку. Чтобы приободрить участников, волонтёры подготовили мотивирующие плакаты и памятки ЗОЖ. Принять участие в оздоровительной акции мог каждый. Смысл акции заключается в том, чтобы вместо курения нужно заниматься яблочками спортом. Малыши и взрослые с удовольствием приседали и прыгали. Каждый участник получал за свои труды маленький подарок. В здоровом теле – здоровый дух. Именно это волонтёры пытались донести до десногорцев. Смать – это круто. И когда запасы яблок и конфет закончились, завершилась и акция. Хотя десногорцы и без поощрительных подарков готовы были поддержать увлекательную и полезную разминку. Билеты Ефименко Юлия Соболева, Светлана Розганова, Десна ТВ. Уехать в отпуск за счёт своего работодателя теперь может любой сотрудник предприятия, начиная от уборщицы и заканчивая директором фирмы. Правда, путешествовать придётся по России. Этот закон вступил в силу 1 января 2019 года. Вернее, в статью Налогового кодекса Российской Федерации внесены соответствующие поправки. Работодатель сможет уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль за счёт расходов на отдых сотрудников. Поправки предусматривают выплату в размере 50 тысяч рублей работодателям, сотруднику и каждому члену его семьи, которые собираются в отпуск на территории России. При этом решение о выплате этой суммы остаётся за начальством. Работает ли это нововведение и кому от него стало лучше, покажет сезон отпусков 2019 года. Самодеятельные коллективы из городов Смоленской области представили на суд жюри свои хореографические номера. Подготовку юных конкурсантов удалось оценить и нашей съёмочной группе. Ежегодный областной конкурс «Ритмы века» в самом разгаре. 17 марта на сцене Центра культуры и молодёжной политики Десногорска прошёл его второй этап. Детские самодеятельные коллективы из Починка, Рославля и Десногорска показали свои конкурсные номера. В состав жюри вошли представители профессорско-преподавательского состава Смоленского государственного института искусств. Это известные специалисты в области хореографии, деятели культуры и искусства Российской Федерации. Хореографическая программа была представлена классическим, народным, эстрадным и современным танцами. Также был номер формата стрит-шоу. В программе дня было заявлено 13 номеров, это более 150 участников. Конкурс получился очень ярким и зрелищным. Артистизм участников дополнялся пёстрыми костюмами и замечательной музыкой. Выступление конкурсантов закончилось овациями зрителей и улыбками участников. Следующий тур конкурса состоится в Вязьме, а финал пройдёт в Смоленске. Олег Соловьёв, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ. И коротко о погоде. 19 марта в Десногорске пасмурно, небольшой дождь. Днём плюс 6, ночью около нуля. На этом выпуск завершён. Ещё больше новостей на нашем сайте desnadefistv.ru. В студии работал Олег Соловьёв. До скорого! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин